Я подсела на рассказы Юлия Нагибина, советский писатель, и о них тоже вкратце сейчас расскажу. Первый рассказ — это телефонный разговор, ну, достаточно такой неоднозначный. Он мне не понравился, потому что мне показалось, что он ни о чём. Просто человек стоит в очереди, в телефонной будке, и всё. Но подоплёка такая, что в конце я немножко применила своё мнение, потому что концовка достаточно такая эмоциональная. Ты пересмысливаешь какие-то ценности немножечко, ну, чуть-чуть. У меня не хватает какого-то стиля рождения, какой-то изюминки, благодаря которой рассказ казался бы насыщеннее и лучше. То есть, ну, не хватает чего-то. Поэтому я об этом рассказе здесь всё равно остаюсь негативного немножко такого мнения. Следующий рассказ Юлии Нагибина. «Срочно требуются человеческие седые волосы». Прочитав это название, я сначала подумала, что рассказ юлистический. Но нет, скорее мелодраматический. Мужчина, имеющий семью, но скорее по факту, чем по наличию. Уезжает в командировку в Санкт-Петербург. Встречает там молодую девушку. А дальше ты понимаешь, о чём речь. Он возвращается в Москву, понимает, что хочет быть с ней. Жена у него хвостатая. То есть, ты понимаешь, да, о чём речь? Дочь, которая когда-то любила отца превыше своей матери, превратилась в свою мать. И, ну, позирает его, скажем так. Вот. Так что решает бросить семью и полететь к своей любовнице. За что его дочь даже зауважала. Ну, концовка мне вообще не нравится. Она какая-то мягкотелая, несерьёзная, подкаблучная. Ну, никакая. Единственное, что мне понравилась одна подробность, зачитаю. Подробность касается войны. На Волховском и Ленинградском фронтах у наших лётчиков парашюты были из светлой ткани, у немцев из тёмной. То есть, это мне кажется очень символичным, но нелогичным. То есть, всё-таки в темноте немецкому фашисту, получается, было больше шанс был выжить, нежели у нашего, потому что в темноте тёмный парашют не увидим. Но перейдём к следующему рассказу Нагибина. И это у нас будет школьный альбом. Очень глубокомысленный, очень такой трогательный рассказ. Ну, школьный альбом, он немножечко отображает суть. То есть, существует некий школьный альбом. Мы все знаем, что это такое, и автор повествует об участи, которая постигла тех людей, которые его заполняли. Участь в плане Великой Отечественной войны. Это рассказ автобиографически, потому что, собственно, школьный альбом принадлежит классу самого Нагибина. Вообще, я мечтаю, планирую создать список из девяти фильмов и список из девяти книг, которые дали бы понять современному обществу, современному поколению, скажем так, за что следует уважать и бесконечно ценить людей, которые проявили свою отвагу во времена Великой Отечественной. Вообще, уважать то поколение. И, ты знаешь, вот этот рассказ я обязательно включу в этот список. Меня поразила одна история из этого рассказа, одноклассника Нагибина, некого Павла Гэ, на фамилию он не разглашал, который во время войны, ну, он был хирургом, и когда начался бомбить самолеты, он не убежал в укрытие, а прикрыл своим телом райного, которого оперировал на данный момент. Ну, и осколок насквозь пробил и самого хирурга, и человека, которого он пытался спасти. Вот такая вот очень трогательная история. Сделала я для себя еще маленькое открытие. Вот говорят, родственников не выбирают, выбирают друзей. Но двояко, потому что в этом рассказе получается, что дети или внуки этих людей, которые в школьном альбоме, они, ну, как бы создали семью друг с другом. Так что получается, что герои рассказа, они все-таки выбрали своих холостяников. В общем, очень славный рассказ, очень добрый, очень в чем-то поучительный, да. И, как бы, я рекомендую читать обязательно в порядке этот рассказ каждому просто. Потому что... Почему? Просто словами не пописать, это нужно, можно только понять, когда прочтешь. Вот. В этом сборнике также был и рассказ о Гагарине, тоже пера Гибина. Причем рассказ не именно о его подвиге, да, или о его смерти, а вот о его детстве. Ух, читая это, я вспомнила, почему я в детстве так любила читать книги. То есть это... Я до сих пор их люблю, просто в детстве это было наиболее ярко, потому что в детстве читала такие книги, как рассказы Гагарине Нагибина. В этом же рассказе я нашла те слова, которые мне могли бы помочь, когда меня спрашивали, почему я так уважаю ее в 9 мая. Гагарине пришлось на Великую Отечественную войну. И по сюжету в какой-то вот момент, когда немцы заняли ту деревню, в которой жил Гагарин, один особо противный из них, пришел к ней в дом и сказал, что вметайтесь отсюда, я здесь буду жить, со своей семьей вы будете мне тут прислуживать, и внуки ваши будут прислуживать, и правнуки будут стол за мной вытирать, и внуки меня целовать. И теперь, когда меня спросят, почему я должен уважать Вторую мировую, как ее уважаешь ты, я отвечу. Благодарность нашим предкам и их однополчанам, которые оборонили нас от участи рабов-фашистов. Вот за что. Ну и последняя книга на сегодня, я же сама устала, это писатель Эрланд Лу, книга называется «Наивно супер». Книга супер, и она не просто называется еще и наивно. Это лучшее, что я читала за последнее время. Книга действительно написана очень наивно, так, как если бы ее написал ребенок. И при этом как-то прямолинейно, но не о каких-то важных вещах. Ну и о них тоже, а так. В общем, по сюжету парню все надоедает, и он начинает, ну, как сказать бы, окружающей фигней страдать. Он все бросает, и на самом... Ну, как бы он сам впадает в депрессию, он пытается из этого выползти, но какими-то такими нелепыми способами, как ни странно, это ему помогает. И знаешь, если бы я была практикующим психологом, я бы рекомендовала эту повесть читать каждому, кто в начальной стадии депрессии, его просто хондрои страдает. Вот, потому что, мне кажется, это повесть вытащит любого из, ну, как бы, вот оно расположение духа, да. Рассказывается, кстати, одна ситуация, которую можно считать за плечей. За плечу, которую можно назвать плечей. Суть такая. Жил-был один дед. У него был яблоневый сад. Неподалеку уже была школа-интернат. И мальчишки обворовали яблоню так, что она перестала подоносить. То есть, навредили ей конкретно. Выяснилось, кто это. И вот этот дед с директором интерната, они полишили, что... Это было трое мальчишек. Полишили, что эти трое мальчишек должны выплатить сумму стоимости этой яблони. На что ушла вся зима и осень. Притом, это было трудно, потому что они могли платить только из карманных денег. То есть, и... Поэтому так долго это и длилось. И под конец, когда... Ну, в канун летних каникул мальчики пришли нарядные, веселые, то, что вот у них двойная радость. Смало того, что они уезжают домой, повидаются с родными, так еще и... Они последнее отдают. То есть... На этом заканчивается их вот... То, что они перестали... Больше не нужно восполнять утрату этой яблони. Вот они сидят, пьют там чай с плюшкой, им и рассказывают о каких-то школьных делах, везде, и... И настает пора уходить. Когда они уже буквально вышли за дверь, дед им говорит, погодите, те останавливаются, тот удаляется в комнату, возвращается, и вручает каждому по конверту. То есть он им вернул все их деньги. Мне кажется, вот эту притчу, ее просто нужно в каждое педагогическое пособие включать. Еще меня очень рассмешала эта фраза, она наивная, как и вся повесть, и очень такая юморная дело в том, что этому молодому человеку брат предлагает поехать к нему в Нью-Йорк на пару дней, на неделю, по-моему, и тот сидит и думает, ехать или не ехать, ехать или не ходит, и он перечисляет моменты, причины, почему ему не нужно туда ехать. И вот я процитирую, он как раз познакомился с девушкой, метнула такая мысль, я не знаю, каков этот город Нью-Йорк, но мне трудно выбрать здесь себе, чтобы Нью-Йорк был лучше, чем Лиза. Вот, и еще я хочу процитировать, ты хорошо выглядишь, говорит брат, это единственное важное, а деньги, это не важно, деньги приходят и уходят, а вот братья, это важно, братья важнее денег, говорит мой брат. Вот. Концовка очень хорошая, добрая и наивная, такая же, как и сама повесть, мне она очень понравилась, как и сама повесть, так что я очень рекомендую ее к чтению, я в восторге, я вообще хочу скачать все, что написал этот автор, потому что это гениально. Книга, кстати, написана от единственного лица, я не люблю, когда пишется от единственного лица, именно поэтому предпочитаю смотреть Шалла Бахомса по телевизору, не читать его, но вот эта повесть, это что-то удивительное. На этом все, что я прочитала за октябрь, я надеюсь, я тебе была чем-то полезной, я еще... Вообще, я тебе желаю интересного чтива, я тебе желаю любви к книгам, потому что мы не сможем жить без книг, и книги не смогут жить без нас. Всего хорошего! Пока! Продолжение следует...